Третий том из серии «Целительные силы» посвящен биоритмологии и уринотерапии. В действительности оказалось более важным знать не что нужно делать для оздоровления, а когда это необходимо делать. Несоблюдение сроков сводит всю программу оздоровления на нет или дает мизерные результаты. В разделе «Об уринотерапии» впервые в мире со строго научной позиции описан механизм воздействия мочи человека на его собственный организм. Указано, как лучше употреблять и использовать для восстановления и укрепления собственного здоровья. Так, содержание мы тут это все пробрасываем. Слово к читателям. В 1989 году был написан первый том «Целительных сил». «Очищение организма и питание». Я писал эту книгу для себя, когда восстанавливал собственное здоровье. В том, что эта книга должна заинтересовать читателей, я не сомневался. Но то, что ее высоко оценят специалисты по естественному оздоровлению, для меня было неожиданностью. Вот выдержки из отзыва на эту книгу Галины Сергеевны Шаталовой. «Случайно открыла вашу книгу и не оторвалась от нее до тех пор, пока не прочла все до последней буковки. Вы умница и поняли все так, как нам велит всемирный разум. Безусловно, вы посвящены тайной небесной». Спасибо большое, Галина Сергеевна, за такой отзыв. В 1992 году, после накопления и обобщения оздоровительного опыта в других областях, был написан второй том под названием «Биоэнергетика и биосинтез». Работа над ним с 5 февраля по 19 сентября была трудной, но и увлекательной. Кстати, как и чтение самой этой книги сейчас. Мне самостоятельно пришлось изучать большой объем информации, доходить до всего самому. Но зато я впервые понял, что такое творческий экстаз, когда после скучной работы по обобщению, осмыслению материала, практическому его использованию, вдруг внутри тебя возникает сплав знаний и практики. Информация превращается в знание, а знание в умении. Теперь ты можешь и делаешь. Уже в результате одного этого процесса происходит качественная перестройка организма. Появляется уверенность в своих силах. Ты становишься сильнее. Не чужим опытом, а своим. Ощущение этого процесса в себе. Тихое горение. Невероятное по силе интеллектуальное и физическое переживание, позволяющее получать доступ ко всемирному банку информации. Откуда ты ее не только черпаешь, но и вносишь новое, небывалое. Теперь ты творец, активный строитель вселенной. Судя по вашим письмам, уважаемые читатели, многие вместе со мной под влиянием чтения и сопереживания входят в это состояние и восторгаются. Акт творчества теперь происходит и с ними. Это не что иное, как чудо интеллектуального резонанса. Писать или не писать мне письма? Пишите. Ваш опыт помогает мне выявить наиболее эффективные средства и методы, осмыслить их и дать вам в наипростейшей, но и наисильнейшей, безопаснейшей форме вовремя описать возможности, опасности и предостеречь от них. Написал мне по адресу malachowpro.ru Ну это лучше всего зайти ко мне на ютуб канал и на мой сайт malachowpro.ru Значит вы узнаете о новинках, о том чем я сейчас занимаюсь, чем я занят. Вообще я думаю писать по одной капитальной работе в год, а также сделать несколько фильмов по оздоровлению организма и духовному совершенствованию. Поэтому пишите. 1993 год оказался для меня весьма плодотворным. И эта плодовитость не случайна. Я дважды голодал. 22 суток в Великий пост и 19 в августе под Успенский. Из самых значительных результатов для меня оказалось постижение духовных голографических законов и приобретение совершенно нового тела. Так упарена урина теперь стала бальзамом и пахнет очень своеобразно и приятно. Кал не имеет запаха, а если есть больше фруктов, то пахнет повидлом. О фигуре и гибкости можете судить по моей фотографии. Кстати рисунок в книге с подписью Генеша сделан мной с моей же фотографии, где я сижу в позе закрытого лотоса. В рекордно короткие сроки была написана уникальная работа об очищении физического тела, а также данный третий том под названием «Биоритмология и уринотерапия». Переработан первый том. Созрела настоятельная потребность в создании фильма о здоровье человека. Я думаю в нем широко использовать мультипликацию и документально показать, что и как надо делать, например, ту же чистку печени. Я думаю, что наглядность убеждает лучше всего, а осмысление заставляет делать. С появлением интернета вы можете смотреть мой видеоканал на ютубе, набирайте просто Малахов Геннадий, а также посещать сайт с этим же названием и пользоваться моей библиотекой. Пока центр Генеша в моем лице и лице моей жены делает работы многих научных коллективов для народа, а не для чего-то отвлеченного. Возрождение российского народа уже началось. Книга «Целительные силы» уже делает оздоровление нации. 29.08.1993 года. Сейчас на дворе конец сентября 2020 года. Часть первая. Биоритмология. Введение. Я вижу и слышу, как в тишине каждый час бьют небесные колокола, и как все живое подчиняется этому ритму. Откуда петухи и вообще птицы знают, когда им петь? Откуда цветок знает, когда ему просыпаться и распускать лепестки? Все подчиняется этому голосу. Ванга. Болгарское ясновидище. Этот раздел возник целиком из практических потребностей, связанных с реализацией программы оздоровления. Например, многие люди на себе испытали, что в иные дни они могут легко начинать голодание и выполнять большую физическую нагрузку. И наоборот, в другие дни бывает невозможным заставить себя голодать, а физическая нагрузка дается гораздо тяжелее. У некоторых людей чистка печени получается сразу, выходит много камушков, а у других наоборот, может вообще ничего не получаться. В чем причина? А в том, что в организме периодически изменяется активность органов и систем. Изучение ритмов активности и пассивности, протекающих в нашем организме, занимается особая наука – биоритмология. Согласно этой науке, большинство процессов, происходящих в организме, синхронизированы с периодическими солнечно-лунно-земными, а также космическими влияниями. И это неудивительно, ведь любая живая система, в том числе и человек, постоянно находится в состоянии обмена информацией, энергией и веществом с окружающей средой. Если по каким-либо причинам этот обмен на любом уровне – информационном, энергетическом, либо материальном – извращается или нарушается, то это отрицательно сказывается на развитии и жизнедеятельности организма. Наиболее сокровенные знания йоги. Слово йога означает связывать, соединять, относится к ритмам и периодам. Поэтому биритмология позволяет показать те интимнейшие связи человека с космосом, от которых в первую очередь зависит не только здоровье и процветание человека как живого организма, но и реализация его умственных и духовных потенций. Основатель гелио- и космобиологии Александр Леонидович Чижевский на огромном статистическом и экспериментальном материале показал зависимость здоровья и поведения людей от космических влияний. Вот что он пишет в своей всемирно известной книге «Земное эхо солнечных бурь». Итак, мы окружены со всех сторон потоками космической энергии, которая притекает к нам от далеких туманностей, звезд, метеоритных потоков и Солнца. Было бы совершенно неверным считать только энергию Солнца единственным создателем земной жизни в ее органическом и неорганическом плане. Следует думать, что в течение очень долгого времени развития живой материи энергия далеких космических тел, таких как звезды и туманности, оказала на эволюцию живого вещества огромное воздействие. Развиваясь под непрерывными потоками космических радиаций, живое вещество должно было согласовать с ними свое развитие и выработать соответствующие приемники, которые бы утилизировали эту радиацию, или защитные приспособления, которые бы охраняли живую клетку от влияния космических сил. Но, несомненно, лишь одно – живая клетка представляет собой результат космического, солярного и телурического воздействия и является тем объектом, который был создан напряжением творческих способностей всей Вселенной. Солярный – это солнечный, телургический – это земной. За огромный промежуток времени воздействия космических сил на Землю утвердились определенные циклы явлений, правильно и периодически повторяющихся как в пространстве, так и во времени. Начиная с круговорота атмосферы, углекислоты, океанов, суточной, годовой и многолетней периодичности физико-химической жизни Земли и кончая сопутствующими этим процессом изменениями в органическом мире, мы всюду находим циклические процессы, являющиеся результатом воздействия космических сил. Если бы мы попытались графически представить картину многообразия этой цикличности, мы получили бы ряд синусоид, накладывающихся одна на другую или пересекающихся одна с другой. Все эти синусоиды, в свою очередь, оказались бы изрытыми мелкими зубцами, которые также представляли бы зигзагообразную линию и так далее. В этом бесконечном числе подъемов и спадов разной величины сказывается биение общемирового пульса, великая динамика природы, различные части которой созвучно резонируют одна с другой. Если бы мы продолжили наш анализ далее, то увидели бы, что максимумы и минимумы космических и геофизических явлений, согласно, совпадают с максимумами и минимумами тех или иных явлений в органическом мире. Мы увидели бы, что один цикл биологических явлений по времени наступления его максимумов и минимумов, хорошо совпадает с часами максимальных или минимальных напряжений в ходе тех или иных космических или геофизических элементов. Максимумы и минимумы другого биологического цикла совпадают с максимумами и минимумом того или иного космического или геофизического явления. И вот при виде всех этих дружно вздымающихся кривых, наше воображение представляет себе животрепещущую динамику космотелурической среды в виде безграничного океана, покрытого рядами нарастающих и рушащихся волн, среди которых жизнь и поведение отдельных организмов уподобляются незаметной и безвольной щепке, повинующейся в своем поведении, как и в настоящем океане, всем капризам окружающей его физической стихии. Вот что говорил Чижевский. Чижевский великолепно сравнил человека с щепкой, но если познать биоретмологические законы, то мы можем сознательно использовать их силу. Поэтому нам крайне важно знать, как ритмическую деятельность внутри собственного организма, так и то, что управляет ею изднем. Подходить к этому вопросу необходимо с изучением обмена информацией, энергией и веществом. Ввиду того, что биоритмов огромное количество, давайте рассмотрим наиболее важные, касающиеся здоровья человека, действующие на клеточном уровне, на уровне органов и на уровне всего организма. Суточные, недельно-месячные и сезонные колебания активности органов и систем. Описание каждого биоритма будем делать так. Физиологическая функция, что ее руководит, что угнетает и что усиливает.